Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами рубрика по комментариям. Утренняя рубрика по комментам. К Уралкин на канал не ходила, комментарий не читала. Знаете, вот не хочется читать это безобразие, где как собаки подзаборные напрыгивают на адекватных людей и готовы сожрать. Ну, именно вот такое безобразие и творится в комментариях на канале у Уралочки. Ну, а я остаюсь на своем канале, чтобы обсудить со своими зрителями, со своими подписчиками комментарии, которые они написали. Ну что, поехали, дорогие мои. Хотели зимой душевую кабину ставить под Новый год. Потом почему-то передумали. Сейчас лето, вдвоем остались, и в бане можно помыться. Молчат про душевую. Куда дели? Скорее всего, в новую квартиру. Ребят, да, все там как-то непонятно. Все куда-то исчезает у них странным образом. Вот знаете, я бы тоже так подумала, что все покупалось для ремонта именно в новой квартире. И, возможно, тот ремонт и делается, да. Но, опять же, Уралка же с Сарафаном тут же отчитываются нам. Показывайте, Сарафан и Уралка, где душевая кабина, где плитка, где все, что вы купили для ремонта в резиновой однушке. А если вы ничего не покажете, значит, вы в руки и, значит, действительно делаете ремонт или уже сделали в новой квартире, в которую доступа Уралке нет. И планов на эту квартиру тоже нет. И дальше. Пересмотрите видео, когда Сафар был в Таджикистане. Говорил, папе помогу дом достроить. Ну, да, было такое. Папе помогу дом достроить. Ну, потому что там, по-моему, еще не все сделано. И я думаю, что он отправляет деньги отцу. Думаю, что отправляет. Но быть такого не может, чтобы сын не помогал отцу. Тем более, что сейчас бабки рубят они с двух каналов. Плюс реклама, у них же не только ютуб-канал, но еще и дзен приносит приличный доход. Да, приличный. Сарафан же только и успевает хвастаться. Ты посмотри, говорит, на мукбанке, как он говорил. У нас подписчики растут и на одном канале, и на втором канале. Растут якобы больше адекватных зрителей, нежели неадекватных. Потому что всех неадекватных уже заблокировали. Да, Сарафан? Ты это хотел сказать? Но неадекватных у вас, это в нашем случае, да, это адекватные и здравомыслящие люди. Они смотрят на вас, как на придурков, и ничего не пишут. А если надо обсудить, с удовольствием обсудят у меня. И понимаете, вот он хвастается. Когда-то Уралка тоже хвасталась. Помните, было время, когда только отключили монетизацию для русских зрителей, да, и перестали они получать деньги. Ну, в общем, мы все блогеры. И как Уралка тогда хвасталась. Ой, но мы все равно же получаем деньги. Вот мы получали 120 там якобы долларов, а сейчас мы все равно получаем 40 долларов в день. Помните, как она хвасталась? Хвасталась, 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 а потом ныть стала. Помните, что, ой, мы за русские просмотры вообще ничего не получаем. Поэтому мы благодарим своих иностранных зрителей, да, за то, что они смотрят нас, и мы копеечку получаем. То есть она тогда, получается, считай, что отшила всех своих русских зрителей, да, которые ее смотрят, и благодарила только иностранных. То есть получается, что Уралка вот как свинья, просто как свинья поступила. Ну, получают они, ребят, получают они и с Ютуба хорошо, получают они и на Дзене хорошо, на Дзене даже, возможно, больше, чем с Ютуба. Плюс, как ни крути, реклама хоть какая, но у них есть, и за рекламу они дерут тоже деньги. Поэтому денег у них завались даже, плюс к тому, что они покупают столько жрачки, в основном затариваются это в дешманских магазинах, всякие там чижики и светофоры. Они же там покупают всю самую вредную продукцию и травят себя. И поэтому даже за счет того, что они столько тратят денег на жрачку, денег у них валом. Уже там ни одну можно было купить квартиру и даже дом построить. Они все прибедняются. Хитрые, это хитрые такие людишки. Вот показала бы свой доход. Чего ж ты, Уралочка, не показываешь? Вот покажи свой доход, будь честной со своими зрителями, а то все прибедняешься. Ой, ой, денег мы мало получаем. Ну и дальше. Да, сарафан жрать захотел. Да пока он на огороде работает, она уже перекусила. Да не один раз. Да, конечно, можно подумать, она не ела. Можно подумать, она все это время с камерой стояла. Конечно же, уже сто раз она там поела. Не то, чтобы перекусила. Она жралась от души. А супец это так, так, червячка заморить. Поэтому она этот майонезный еще и салат из одного лука сбацала, чтобы, знаете, было пожирнее и побольше, чтобы уже добить толкушкой эту свою кишку. Ну и дальше. Работала заведующей в магазине, а задачу четвертого класса решить не может. Кто ей доверит отчетность в магазине? Баба не больше коррекционки. Недалекая по знаниям. Какая заведующая? Да не была она, ребят, никакой заведующей. Какой она там могла быть заведующей? Ну, ежели только там в отделе работала в каком-то там, как она говорила, игрушечном или в каком. Никем она там не могла на высокой должности работать. Брехуха еще та. Ей же лишь бы побрехать, лишь бы себя, знаете, возвысить. Вот она таким образом, хоть треплом этим своим, пытается, ну, знаете, наверное, утвердиться, что ли, как-то на ютубе. Ну и дальше. Кстати, помните, зимой Уралка планировала ремонт и писала в комментариях, что якобы они купили хороший, удобный биотуалет, чтобы пользоваться на время ремонта. Все еще думали, куда она его в однушке поставит. А где он и куда делся? Соврала, получается? Точно, ребят, было дело. Уралка же говорила, что они заказали, вот им уже должны привезти шикарнейший биотуалет. Удобный и все прочее, там прям чуть ли не современный. Так они нам его и не показали, этот биотуалет. Где он? Куда они его спрятали? Ну и дальше туалет пластмассовый на даче стоит при входе в их хоромы. Вот, наверное, Уралка его биотуалетом называет. Ну и еще один ответ. Они хотели душевую кабину ставить и жить во время ремонта на даче зимой. Сейчас лето, ничего не надо. Странно. Ну, Уралка, может быть, и думала, что это крутой биотуалет. Может, она просто не видела таких никогда ведер. И она, может, думала, ну, ведро ходят, да, на даче там не более. А тут он прямо как унитаз, ну, пластмассовый. Ну, зато и с крышкой, да, и можно закрыть. Наверное, да, такая древняя, что она приняла этот пластик за шикарнейший биотуалет. И теперь ей даже жопу лень оторвать от стула или дивана и занести эту свою задницу в туалет на даче в деревянный. И она поэтому ходит в этот биотуалет, похоже, на дачи, да, садится и исправляет свою нужду. Интересно, кто только выносит этот биотуалет? Кто этот срач выносит и выливает? Прям слушайте! Я как представлю, что сарафан с этим очком ходит искусственным туда-сюда. Испражнение Уралкины вытряхивает в туалет, а потом еще и полощет. Жесть, ребят! Во, мечтал мужик молодой всю жизнь какахи носить за бабкой. Ну и дальше опять весь чешется. Наверное, от насвая. От чего же еще? Аллергия? Да, конечно же, от насвая. Я уж сколько раз говорила. Уралка, ну проверь ты его. Что же такое? Почему у тебя все чухается, твой мужик? И чешется, и чешется, и чешется, и чешется. Если дело в каких-то там паразитах, то я же предлагала. Я капли хорошие такие, термоядерные тебе пришлю. На холку ему покапаешь себе заодно, ну, чтобы, если что, не передались, не перескакали, не перебежали. И все, никакой чесотки у вас не будет. И сразу ушной клещ тоже пропадет. Поэтому, Уралка, ты задумайся, есть ли чё-то и просигналь. Нужны капли. У вас точно таких в Ревде не найти. Ну и дальше. Оля, вы заметили, что Савка руки мыл в бочке. А для чего же рукомойник им? В руха, что с папой разговаривала с Сафаркиным, который русского языка не знает. И что Абдугани у неё спросил разрешение, чтобы остаться на два месяца. Слов нет, в руха. Ну, то, что папка может на русском языке говорить, то я тут могу поспорить, потому что как-то же было сказано, что он в Питере там работал ветеринаром, как Уралка говорила, такой ветеринар, такой ветеринар, так классно ставит прививки с животным. Ветеринар, оказывается, только прививки с животным ставит. Не знаю, какой из него ветеринар и вообще на что способен папка с Сарафаной, чё же он не остался в Питере работать и не подыскал себе такую же старуху, как Уралка. Наверное, ох, поздно, поздно. Он бы сейчас с удовольствием и сам бы с Уралкой потусовался. Ну, а по поводу Абдугани, конечно, в руха. А то, что говорила с папой, она не говорила не по этой причине. А она не говорила, потому что связи там нет. И об этом сам Сарафан говорил. Точно так же, как и видео, они не смотрят, потому что нет связи. Всё это брехалово, самое настоящее брехалово. Ну и дальше. Сколько, смотрю, никто из блогеров с таким маникюром на даче летом не работают. Хотя бы перчатки садовые надевают, но не с такими ногтями. Ужас! Вот и я, ребят, о чём говорю. Я сначала сама хотела в марте пойти на маникюр. Потом думаю, нафиг вообще мне это нужно? В огороде потом ковыряться. Это напяливать на себя перчатки. Я это всё дело не люблю. И поэтому у меня просто хорошо обстрижены красиво ногти. Естественно, всё обработано. И я спокойно себя чувствую. Я знаю, что у меня под ногтями не будет всякой там грязи. И я не буду мучиться в перчатках, чтобы полоть. Ну и дальше. У меня тоже маникюр. Я на даче одеваю перчатки для работы. Тщательно промываю руки, смазываю кремом. И думаю, что все так делают. Но у ООО отдельная тема и совсем неизлечимая. Да, ребят, кто постоянно с маникюром и кто трудится на даче, всегда одевает перчатки. Я не видела, чтобы без перчаток, с ногтями, с гелевыми ногтями кто-то лез в землю. Вот она поковырялась, и вот она сидела. Она даже руку не переворачивала. Она ее боком держала, и под ногтями вот все черное. Просто черное. Ну и дальше. Она на грядках не работает. Ну как не работает? Все равно что-то она там ковыряет. Хоть где-то пальцем одну травину вырвет. Все равно же. И все равно же руками она лезет в землю. И что она потом? Эти руки моет как следует и под ногтями все вычищает? Нет, вот сидит с чернехонькими. Ну и дальше. Комментарий мой называется «Посмеемся вместе». Коммент. Оля Курятник поставили возле беседки. Не будет вонять? И ответ в комментарии. Они сами точно так же воняют. Слушайте, в точку. Прямое попадание в точку. Вы понимаете, что они даже, похоже, и слышать эту вонь не будут? Потому что они от себя такую же вонь нюхают. Ну и дальше. Да уж, все више и више скатывается баржа ниже плинтуса. Борщ уже потерял цвет. Лук с майонезом – это жесть для ее печени, мрак. Бочка с дерьмом, называемый компост, стоит рядом с бочкой, в которой моют руки и посуду. То есть гадят они под лопухом. Туалета в саду как не было, так и нет. Лучок срезанный явно пойдет на четвертую базу для продажи. Слава богу, сегодня про баню не мычит. Видимо, вчера сявка двойную норму отработал. Ребят, смеюсь просто в голос. Вище и вище, так это вообще, ребят, трындец. Уже ниже просто некуда. Просто ниже некуда. Это говно рядом с водой, где и правда моют посуду и руки. Хотя, для чего они поставили этот рукомойник в доме? Для того, чтобы мыть там руки, помыть там кружки, тарелки. Ну что, это так сложно, что ли? Обязательно в эту бочку идти вонючую. Ну, лук, я думаю, что они не будут продавать на четвертой базе. Может быть, если только ирки отторабанят. Ну, а да, про баньку-то точно сарафан, похоже, хорошенько отработал, отпарил бабку, что она уже заглохла. Ну и дальше. Вот про туалет я насмеялась. Он ей говорит, метр на метр доски покупать. А потом доходит до него, что как бабка туда протиснется. Ну да, и по-моему, он что-то сказал метр двадцать, что ли. Ну и ответы. Там сруб должен быть два на два метра. А может, три на три, пишет Наташа, чтобы уж точно протиснулась и не снесла этот домик. Ой, знаете, это смех. По поводу туалета, да, они показывали там что-то непонятное, что-то страшное. Но я думаю, что никто в этот туалет не ходит. И справляют они в этот биотуалет, ну, который Уралка якобы говорила, что они закажут крутой биотуалет. Но, видимо, для Уралки это и есть крутой биотуалет, потому что других, похоже, она в жизни не видела. Ну, а все это сранье выносит сарафанчик в деревянный туалет. Да, какое счастье ему выпало носить какахи уральские. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом буду прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok